На нас будут смотреть как на слабых, потому что вся вот эта ситуация, когда до сих пор на нас смотрят как на слабых, она именно из-за того, что мы, ну, как-то вот последнее десятилетие ушли в глухую оборону. Привет! Насчет глухой обороны вопрос дискуссионный. Ну, предположу, что те грузины, которые помнят 8.08, с глухой обороной не согласятся. Но сейчас война против Украины, и как бы там ни было, ну, вот полтора года, значит, 500 дней, и тезисы, риторика главных российских пропагандистов очень сильно изменилась. Нет, я прекрасно понимаю степень ожесточенности боев на линии фронта, я прекрасно понимаю цену освобождения украинских территорий, но вот здесь вот мы слышим скулеж, скулеж на тему, что нужно готовиться к худшему сценарию. И кто-то скажет, а что тут удивляться? Ведь дело в том, что Путин встречается с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер», с теми же людьми, которые, ну, что они сделали? Сбивали российские боевые вертолеты над российской территорией, плюс ИЛ, а сейчас Путин жмет им руки. Ну, а другая часть, мы любим, когда одна часть любителей Путина воюет против другой части любителей Путина, наносила неизбирательные ракетные удары, например, по дорогам Ростовской области. И что бы там ни происходило, мы там отпихивались, отпинывались, оправдывались, а никаких наступательных действий реально не предпринимали. И, естественно, когда вы занимаете такую позицию, вас начинают называть слабаком. И вот когда этот имидж, так сказать, к вам привязался... То это надолго и навсегда. Значит, пошли в наступательные действия. Значит, Киев за три дня, такой был прекрасный задум, и просто получили люлей. И получат до самого последнего российского солдата. Значит, еще раз. В целом, любители Владимира Путина, то есть обслуга вот этого клуба престарелых российских мужчин 70+, очень и очень пригорюнилась. Сообщение, которое приходит с переднего края, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. У нас проблемы с дальнобойностью. И на сегодняшний день, наверное, это главный вопрос, на который стоит обратить внимание. И у нас проблемы с дальнобойностью. Но, как говорится, есть нюанс. Они хотят увеличить дальность стрельбы своих артиллерийских систем до 40 километров, а мы хотим получить ракеты на 300 километров. Кто здесь победит, понятно. Украина. Здравый смысл. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Так вот, такое впечатление, что вечер Владимира Мудозвона превратился в лебединую песню «Смерть Путина». Эскалация идет в геометрической прогрессе. Если мы говорим, что дали там оружие, кассетные боеприпасы, еще что-то там в 16-е. Хуже, если дадут, и будет тяжелее бороться с оперативными ракетами, которые на базе атакам или воздушного базирования. Это более серьезная тема. Она все равно тоже придет, к этому надо готовиться. Что мне особо нравится, что сейчас вот эти вот фанаты российского нацизма, ну и своего, соответственно, недоцаря, они бегут впереди американского паровоза. То есть мы только проводим переговоры о поставке этих систем поражения. Мы злимся, мы обижаемся, мы требуем, мы приводим аргументы. А там, на болотах, ситуацию видят, как свершившийся факт. Вот эти моменты, они краеугольные и очень важные. Нам сегодня надо готовиться к худшему сценарию. Россиян готовят к позорному ЖДВ, то есть жесту доброй воли. Но тот, кто смотрит это видео из России, не спешите расстраиваться. Ведь на самом-то деле жест доброй воли, ну это так они легендируют отступление с территории Украины, пойдет в целом Раши на пользу. Причем чем быстрее будут выведены войска с территории Украины, тем лучше будет всем. Кстати, насчет кассетных боеприпасов. Тут какая интересная незадача. Вот они там все визжат на тему того, что ай-яй-яй, Байден плох, Байден нарушает международное право. Но для чего нужны эти боеприпасы? И сейчас вот эти 864-е, 72 суббоеприпаса, это исключительно против живой силы. Они просили в марте месяце, вот, они просили МК-20, это свободно падающие бомбы, там 274, тут 72 суббоеприпаса, а там 274 боеприпаса для поражения танков. Там по 600 грамм каждый суббоеприпас. Не дали пока американцы. Сейчас дадут. Вот сейчас дали для поражения живой силы. Причем действительно. Товарищи генералы из клуба Путина 70+, всячески подчеркивают, что они люди циничные, и для них главное выполнить задачу. Нужно объяснить, что значит живая сила. Живая сила противника это солдаты, это мобики, это чмобики, это шторм-зет, которых набрали в тюрьмах, это, соответственно, остатки кадровой армии. То есть это все российские оккупанты. И если посмотреть на эту ситуацию с этой точки зрения, то, конечно, живую силу противника нужно поражать. Можно и нужно. Причем вы слышите, чтобы американцы говорили о том, что будут и авиационные, и кассетные боеприпасы. Об этом никто не сказал. Да, официально об этом информации нет. И мы теперь анонс о наших новых поставках, о усилении Сбройных сил Украины слышим в эфире грустного клуба обслуги 70+. Ну, клуба 70+. Тоже непонятно. Они вообще как-то о наших... Мне даже обидно о наших вооруженных силах. Кто не раскроет рот из американцев? Убогая армия, в убогом состоянии, ничего не умеют, ничего не могут. Еще там после этого лет 50 придется восстанавливать. Ну, заплачущую. Оказывается, этим манничелам не хватает признания мирового. Но, ребята, вы показали все на практике. То есть вы позиционировали себя как стерхи, как вторая армия мира, но в Украине облажались. Все прекрасно понимают, что вы не можете решить главную задачу. Это уничтожение украинского государства. А когда некоторые особо талантливые, типа мудозвона, говорят о том, что мы как сжахнем, то это ничего, кроме такой снисходительной улыбки, не вызывает. Потому что если ты в течение полутора лет угрожаешь жахнуть по Вашингтону, но даже не открываешь ангар с ядерными боеприпасами, то говорит это только об одном, что ты импотент, товарищ Вова. И касается это и маньяка Путина, ну и, соответственно, мудозвона. Насчет кассетных боеприпасов. Это же прикольная тема. А чего они так возмущаются? Ведь никаких ограничений на поставку этих боеприпасов со стороны США нет. Почему? Потому что мы не ратифицировали соответствующие конвенции. А кто еще не ратифицировал? Исходя из этого, они будут поставлять любые боеприпасы. Тут, да, действительно большой вопрос, как мы на это ответим. Потому что кассетные боеприпасы запрещены, по сути дела, конвенцией. Там подписало 123 государства. Но не мы. Не мы. Не мы, не Китай, не Соединенные Штаты, не Индия, не Пакистан, не Израиль, не Украина. О, так что это получается, что Российская Нацистская Федерация возмущается прежде всего тем фактом, что не только они могут использовать вот эти системы поражения. И российские собачка, свинка, триколор используют все, что только могут. Они бы ядерную бомбу тоже использовали, как предлагает все время Путина заменитель Дмитрий Медведев. Но просто боятся последствий. Пока боятся и будут продолжать бояться. А чем больше Дмитрий Медведев угрожает ударить по украинским ЗАЭС и по ЗАЭС в Восточной Европе, тем больше на Западе будет понимание, что нужно действовать мгновенно и поставить сюда все. И от того, что сюда можно поставить все, они сильно-сильно напрягаются. И здесь надо понимать, что основная задача нашего генерального штаба это посчитать все варианты событий, причем самый тяжелый и самый тот, который может предстоять всей стране при отражении той агрессии, которая есть. Как вам этот российский новояз? Это же на уровне отрицательного всплытия? Или на уровне отрицательного роста? Отражение агрессии. То есть теперь они будут понемножечку этим несчастным россиянам в голову запихивать тезис, что на нас напали. Но мы напомним этим товарищам, что вообще-то все началось с фразы. Я принял решение начать специальную военную операцию, деноцификация, демилитаризация. И, кстати, понеслось. Демилитаризация и деноцификация фашистской России. Надо надеяться, что что-то где-то как-то прокатит. Или пронесет, или, может быть, не будет. Еще раз повторяю, военный должен быть циник и параллельматика. Будет. Вот оно будет так. Грулев, он алкоголик, он российский патриот, он нацист и любит Путина. Но тут вот время от времени он начинает хвалить украинскую армию. Ну, конечно, это сделано таким завалированным способом. Мол, украинские генералы открыли советские учебники. Потом поправляются, что это российские учебники. И, соответственно, устраивают тактику огневого вала. Ну, и потом хвалят на российских солдат, которые находятся на позициях. Ну, скажем так, огневой вал к чему ведет? К смерти российских захватчиков. Он об этом почему-то как-то, ну, не конкретизирует. Но мы же тут не представители российского генштаба. Мы прямо говорим, что россияне на территории Украины долго не живут. Кстати, хорошая дефиниция. Подписаться на канал не забудьте. Сегодня, имея ту группировку, которая есть, тот оборонно-промышленный комплекс, который на сегодня обеспечивает ту группировку, которая находится на линии боевых соприкосновений, мы прекрасно понимаем, чтобы дальше наступать, нам надо увеличить производство минимум в три раза. Президент уже поставил два раза до конца года нарастить его оборонно-промышленному комплексу, выпуск продукции. Формируется резервная часть соединения, объединение в тылу. Но надо вспомнить, что в Украину мы освобождали четыре фронта были, два с половиной миллиона человек. Это не блажь. Да, в годы Второй мировой войны советское командование людей не жалело. И эта тактика, она живет и далее в генеральских мозгах российских нацистов. Два с половиной миллиона человек. То есть он вроде как говорит, что мобилизация не надо, но все понимают, что надо. Совсем недавно я делал отдельное видео, где этот алкоголик Гурулев говорил о том, что нужны люди для компенсации потерь. В действующих на территории Украины формированиях полтора миллиона. И да, мобилизация не нужна, но нужно срочно всех посчитать, мужиков. И у них даже новая тактика появилась, что все, кто работают вахтовым методом, где-то там забывают золото, нефть или что-то другое, они тоже должны быть под контролем, чтобы в случае чего их отправить на войну. Ну, единственный момент, что если вы всех работников мобилизируете, кто будет добывать золото, ведь золото нужно для войны. А что такое золото? У экономиста же есть? Золото это деньги на войну, кто не знает. Чистейшие деньги на войну. Вот это главное, тогда победим. Реклама. И это еще не все плохие новости. То есть, казалось бы, ситуация на линии фронта, ну, очень тяжелая. И для нас в том числе. Но эти же товарищи говорят о трендах на России. Заметьте, это эталонные российские пропагандисты. А скулят они, ну, просто на уровне, не знаю, программы 60 минут ненависти, непорядок. Ну, если мы говорим, что может быть всякое. Мы прекрасно понимаем, что угрожает именно территория Соединенных Штатов Америки. И чем больше, тем лучше. Мы понимаем, что будет ответка? Вполне понимаем. Понимаем, что надо защищаться от нее? Понимаем. Людей наших надо защищать? Если попробовать разобрать эти безумные слова, то получается следующее. Значит, в рамках проявления слабости, чтобы не смеялись и не насмехались над российскими этими дятлами, то нужно нанести удар по США. Это признак импотенции. Мы уже об этом говорили. И, соответственно, прилетит назад. То есть, другими словами, эти идиоты подставляют Рашку под удар. Вы знаете, эти товарищи нарушили главное правило питерских дворов. У них же идея такая. Если драка неизбежна, то нужно бить первым. Но там есть и вторая часть. Нужно бить со всей сиклы. Вот они попробовали ударить, а теперь вот по Киеву, по другим городам, по Украине в целом. А теперь рассказывают, что мы вот сейчас как соберемся, да как бахнем, да как все начнут нас бояться. Ребята, вы уже все показали. Так вот, секундочку. Значит, до чего дошел трехдневный поход на Киев? Ну и парад, конечно, в украинской столице. Надо. Вот сейчас возьмите инвентаризацию наших убежищ. И вы поймете, что мы 70% их списали за время, когда вот эти деятели развалили Советский Союз с того времени. Просто за ними никто не следил. Сегодня первое, надо учесть то, что есть, привести в порядок. И второе, то, что списали, какое-то количество надо восстанавливать. По-моему, все-таки это отдает позорным ЖДВ. Жестам доброй воли. Бомбоубежище они собираются разворачивать по всей территории России. И да, не только в Москве, а и, например, где там, в Магадане. Вот оно. Эхо Москвы. Москвы. Покойное эхо Москвы, эхо войны. Понимаешь, что в Москве проще. Метро спустился, вот он рядом. В остальных городах нет. Если мы говорим, что Америка рядом, от Магадана она тоже не сильно далеко. И Магадан тоже был защищен, должен быть. Уже не система противовоздушной обороны, а комплексная система безопасности. Будем объективны и откровенны. На территории Украины нет 100% безопасных мест. Российские ракеты могут прилететь. Да, с вероятностью 95-99% их собьют. Но остается всегда 1%. И да, это приводит к тому, что погибают гражданские и во Львове, и в Харькове. Да. Украина у нас едына. И в радости, и в горе. Но тут, понимаете, почему я говорю о том, что у них грустные лица, у этих товарищей. Так теперь выясняется, что на территории России тоже нет безопасных мест. И это все следствие политики Владимира Путина, который в то время, пока минусуют его солдат на территорию Украины, общается с ЧВК Вагнером. Наверное, раздаст им ордена и медали. Вместе с Пригожиным. Тоже мне путь. Как защищена Москва. Так же, как должен быть защищен любой наш региональный, а может быть и нерегиональный центр, там идет производство. Это конгломерат средств ПВО, авиации, радиоэлектронной борьбы, средств разведки, которые моментально держат то, чтобы ни одно средство поражения до города не долетело, не нанесло ущерб. Что там у Магадана? 70 тысяч человек? Это извращенная версия лозунга. Все для фронта, все для победы. Но если мы, значит, все силы должны бросить на защиту Магадана, то возникает вопрос, кто будет воевать в Украине и умирать. И, соответственно, кто будет работать на фабриках, заводах, производить оружие и боеприпасы. А у нас в этом плане, ну, еще раз, как говорит Ллойд Остин, всегда может быть лучше, но система работает. На некоторых участках фронта, когда ты в переднем окопе, кажется вообще очень четко, что Джозеф на нас экономит. Но если смотреть не действием одного взвода в наступе, а целой кампании, то все очень даже оптимистично. То есть, вот эта вот лестница эскалации, это очередная ступенька. Очередная ступенька, и плевать они хотели на всяческие конвенции, которые... Причем, что интересно, европейцы возмущаются, там вроде и Германия, и Великобритания, и все. А Байден говорит, а я со всеми проконсультировался. Все с восторгом встретили мое решение. Все поддержали. И еще вот в Вильнюсе еще раз поддержат. То есть, совершенно никаких принципов, никаких главных, чтобы русские не победили. Вот это самое главное. Даю подсказку российским пропагандистам. Значит, нужно будет как-то это все обосновать. Ну, проигрыш России в этой войне. И, соответственно, перед первыми партиями ножек Байдена, куриных ножек, по логике ножек Буша, нужно будет как-то объяснить, что это было. Так вот, подсказка... Правда. Так вот, подсказка проста. Они будут говорить, что справедливейшая страна Соединенные Штаты никоим образом не покушалась и не покушается на российскую территорию. Требование перед российскими нацистами, оно было всегда одно и простое. Оставить территорию Украины. Для бас НАТО. Ну, а как вы хотели? И вот эти вот сопли на тему, что это недопустимо, это неприемлемо. Финляндия вошла в НАТО. Швеция практически завершила вступление в НАТО. Что делает Россия? Они делают тумблер, дурак, и говорят, а мы ничего не имеем против. А на самом-то деле, они просто обтекают. Сейчас обтекают кровью. Потом будут давиться собственной слюной. Возможно, с кровью. Война, извините. Короче, им кобзда. И нужно работать и с союзниками, и, соответственно, здесь, внутри Украины, все для фронта, все для победы. Ведь если уж мерить такими категориями, это у нас Великое Отечественное. Потому что на нас напали нацисты. Современные российские. Путиноиды. В любом случае, подписывайтесь. А Украина, и это понимают, даже в Мордоре, на болотах, была, есть и будет. До зустречи.